Профсоюзы Италии призвали правительство выйти из виртуальной реальности Профсоюзы Италии призвали правительство выйти из виртуальной реальности В Риме прошла 200-тысячная манифестация с требованием экономических реформ 2. Коммерсант от 10 февраля 2019 года 19.39 в Риме 9 февраля прошла крупнейшая за последние несколько лет акция протеста, организованная главными профсоюзами страны Участники манифестации недовольны экономической политикой правительства, ограниченностью пенсионной реформы и продолжающимся кризисом Италия уже достигла худших экономических показателей за последние пять лет и вошла в стадию технической рецессии Профсоюзные лидеры требуют от правительства выйти из виртуальной реальности и утверждают, что если правительство проигнорирует их требования То они продолжат мобилизацию и не остановятся, пока не добьются желаемого открытия совместных переговоров и новых реформ Крупнейшие профсоюзы Италии в лице Всеобщей Итальянской Конфедерации Труда Кел Итальянского Союза Труда Эл И Итальянской Конфедерации Профсоюзов Трудящихся Сесль Впервые за шесть лет организовали объединенный митинг под лозунгом «Будущее – труду» В акции, по оценкам организаторов, приняли участие до 200 тысяч человек Для их транспортировки использовались 12 поездов, два корабля, более 1,3 тысячи автобусов Манифестация призвана поддержать объединенные предложения выступивших профсоюзов по развитию экономики Италии И обратить внимание правительства на растущую безработицу, падение объемов производства, опасность экономической рецессии и выразить несогласие с недавней пенсионной реформой Недовольство пенсионным законодательством не раз становилось причиной протестов и забастовок в Италии Принятый в 2012 году так называемый закон Форнера предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста и привязку не к стажу гражданина, а к его возрасту Этот закон вызвал массу недовольства Правящая коалиция партии лига вице-премьера Маттиас Альвини и движение 5 звезд министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Димаи в свое время пришла к власти под лозунгом отмены закона Форнера Почему Италия и Евросоюз разошлись во взглядах на бюджет страны свое предвыборное обещание партии сдержали 29 января 2019 года президент страны Серджо Матарелло подписал указ, отменявший закон Форнера и вводящий так называемую формулу квота 100 Она позволяет выйти на пенсию, если сумма возраста и стажей равна 100 По замыслу законодателей это позволит снизить возраст выхода на пенсию со 66 до 62 лет Эта поправка подразумевает также введение субсидий для малоимущих слоев населения, минимальной заработной и пенсионной платы, равной 780 в месяц Однако, по мнению участников протестов, эта реформа не имеет долгосрочного характера и не решает структурных проблем в пенсионной системе Италии Она также дискриминирует женщин, которым сложнее получить 38-летний стаж А ежемесячные выплаты для неимущих и безработных подрывают борьбу против бедности и безработицы Главным требованием манифестантов стало открытие дебатов и совместных переговоров правительства с профсоюзами Выступая на сцене, профсоюзные лидеры то и дело вставляли шпильки в адрес официальных лиц Так, лидер Маурица Ландини заявил, что людям, которые ездят на встречу с протестующими в других странах Если у них есть хоть капля интеллекта, лучше прислушаться к этой площади Мы хотим изменений, мы хотим социальной справедливости Этот пассаж предназначался господину Димае, который свои встречи с лидерами французских протестующих «желтых жилетов» спровоцировал новый виток осложнения отношений между Италией и Францией Закончившийся отзывом французского посла для консультации Секретарь профсоюза Сеслю Анна-Мария Фурлан посоветовала правительству выйти из виртуальной реальности и обратить наконец внимание на реальный мир, где происходит сокращение рабочих мест и растет безработица Как итальянский министр по делам Европы намерен привести к экономическому росту Италию Впрочем, Луиджи Димае в долгу не остался и выступил с ответным комментарием Он заявил, что его удивляет, что профсоюзы теперь вышли на площадь против квоты 100, но молчали, когда был принят закон Форнера По его мнению, в виртуальной реальности находилось предыдущее правительство во главе с материнцем, принесшее на алтажистской экономии все, что было у итальянцев, от сбережений до работы и бизнеса Также Луиджи Димае выразил надежду, что Маурица Ландини поддержит предложение господина Димае об урезании золотых пенсий бывших профсоюзных деятелей Анна Смирнова